Давайте для начала, перед тем, как поговорить, посмотрим фрагмент интервью генерального прокурора Украины Юрия Луценко, в том числе о вашем деле. Сейчас продолжается уже новый, я бы сказал, очень хорошо отработанный, согласно западных стандартам, операции против коррупционеров, носящих значки народных депутатов. Наша система также выдала несколько уголовных дел против народных депутатов, тут и неуплата налогов, и должностные преступления на предыдущих должностях. С моей точки зрения, не происходит ничего экстраординарного. Ничего экстраординарного, по мнению генерального прокурора Украины, не происходит, а по вашему мнению? Ну, то, что Луценко, который не имеет юридического образования, является генеральным прокурором, это уже экстраординарно. И, в принципе, оно видно, потому что, если конкретно брать внесение о привлечении меня к криминальной ответственности, оно настолько юридически безграмотно, это студент-первокурсник юрфака любого вуза написал бы лучшее при желании. Почему? То есть, они обвиняют меня, например, в уклонении от сплаты налогов за предметы, которые я получил наследство от своего деда, достаточно известного советского композитора Валерия Лозового, на могилу которого, к сожалению, я не могу уже третий год приехать, потому что мы похоронены в Шереметьевском кладбище под Москвой, я в Росыске там являюсь, в отличие от гражданина Луценко и прочих. И они сами придумают, ДФС, времен Насирова, сами придумают, что сколько стоит, что неуплачены налоги, ну, откровенный бред. Более того, я не раз говорил и хотел подчеркнуть именно для там особо уважаемой аудитории, которые нас слушатели и зрители Радио Свобода смотрят в другие страны, чтобы понимали уровень цинизма украинской политики. А Луценко это все-таки политик, давайте говорить откровенно. И должность генпрокурора также используют для получения политического капитала. Пока, правда, совсем неудачно. Знаете, какой уровень доверия Генеральной прокуратуре, социологической компании проводились? 1%. Представляете? Ну, это связано лично с Луценко или? Это Генпрокуратура времен Луценко. Раньше было плохо, теперь еще хуже. Понимаете, что 99% граждан Украины не доверяют Генеральной прокуратуре. Это ответ на все вопросы. Значит, чтобы понимали уровень цинизма, что происходит? Постоянно ко мне, к моим друзьям, к другим депутатам от нашей партии и в первую очередь к нашему лидеру. Там день через день коллегу Ляшко приходят какие-то генцы от Луценко и говорят, вот треба, чтобы ты с Юрой поговорил и так дальше. То есть в Луценко используют это банальный политический шантаж. Юридически я чист, я всегда платил налоги. То, что задекларировано, это сбережение всей семьи. За все годы, поскольку я первый из членов достаточно большой семьи. Это мой отец, мать, бабушка, брат, брата, жена, ребенок. Поскольку я первый из семьи, кто заполнял электронную декларацию, должен был взять на себя ответственность, задекларировал все, чтобы потом у них не было проблем из-за меня. Было на самом деле, значит, было бы, Национальное антикоррупционное бюро проводило расследование. Несколько раз ходил на допросы. Детективам ответил на все их вопросы. Предоставил все документы. А теперь, слушайте, самое главное. Национальное антикоррупционное бюро НАБУ не имеет никаких ко мне претензий. Давайте послушаем главу. Подождите, подождите. Дальше. Специализированный антикоррупционный прокурор Холодницкий прошлый раз вносил на меня внесение. Сейчас он не вносил. Луценко превысил свои служебные обязанности. А я хотел напомнить, что в прошлый раз Юрий Витальевич Луценко сидел в тюрьме за превышение своих служебных обязанностей. Давайте послушаем. Мы продолжим. Продолжим разговор с вами. Артем Асытника. Давайте послушаем директора Национального антикоррупционного бюро по поводу вашего дела. Вот что он нам рассказал. Если человек не может объяснить свои доходы и сумма, которую он не может объяснить, превышает определенный порух, предусмотренный кодексом уголовным, то он должен за это отвечать. И это, согласно редакции статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины, это преступление. Если брать конкретную ситуацию, то в отношении народного депутата Лазового проводилось расследование Генеральной прокуратуры Украины по признакам преступления и оклонения от уплаты налогов. И было дело, и есть дело в НАБУ по незаконному обогащению. Нет, подождите, есть дело, есть расследование, нет подозрения. По других депутатах, кстати, есть. Но это по каждому ситуацию индивидуально. Я не хотел бы вообще рассматривать все внесения вместе взятые. Потому что при влечении Борислава Розенблата, который просто проженейший коррупционер, я, очевидно, тоже буду голосовать и вся фракция радикальной партии. Значит, какая даю ре система? Если НАБУ имеет четкий фактаж о нарушении законодательства человека, оно вносит подозрения. Расследование дела, вы при всем уважении не совсем правильно трактируете слова господина Сытника, поскольку Украина достаточно сложная законодательство. То, что НАБУ проводит расследование, да, я ничего не имею против и не считаю, что НАБУ что-то делает неправильно. НАБУ проводит расследование по сотнях граждан Украины, депутатов, министров и так далее. Это работа НАБУ, это нормально, и они, в принципе, неплохо работают. Это пока единственный независимый орган. САП, специализированная антикоррупционная прокуратура, дальше, если есть подозрение НАБУ, должна подать на ГПУ, дальше подает ГПУ. Конкретно по этому внесению, по прошлому, напоминаю, было, на НАБУ не было, ГПУ все-таки внес на ГПУ, но ГПУ понял, что он нарушил законодательство и воспользовался ситуацией тем, что ГПУ взяла на дообработку. И конкретно сейчас в этой истории, внося на меня внесение на привлечение криминальной ответственности, господин Луценко превысил свои служебные обязанности. Но вот вы все про Луценко, про Луценко. Господин Луценко, это преступник. А я объясню, почему он так делает. Это банальная месть. Смотрите, фракция радикальной партии, которую я представляю, не голосовала ни за закон, который разрешает призначать генеральным прокурором человека без высшего юридического образования. Это то же самое, чтобы пойти к хирургу, который не учился в медицинском университете. Радикальная партия не голосовала за назначение Луценко генеральным прокурором, потому что это нонсенс, про какую борьбу с коррупцией вообще может идти речь, когда у нас... Радикальная партия большая, почему-то радикальная партия выбирает вас. Я продолжу, чтобы просто вы имели полную картину. Мы не голосовали за назначение Луценко. Не голосовали за закон, который разрешает такое абсурдное назначение. Не голосовали за изменения в криминально-процессуальный кодекс, который дают титанические возможности для прокуратуры. Луценко – это драконовские законы, которые забирают огромное количество прав у защиты, у адвокатов, против которых выступает украинская адвокатура, украинские правозащитники. Это просто банальная месть. Но Луценко это делает не сам. Луценко не есть самостоятельный человек. Луценко на это команды дает один человек. Его кум – президент Украины Петр Алексеевич Порошенко. Я бы хотел вам дать еще послушать фрагмент нашего разговора с заместителем Луценко, собственно, с Назаром Холодницким. Можно очень коротко? Давайте посмотрим. Вот он рассказал о сотрудничестве украинских властей, американских спецслужб в этом вопросе борьбы с коррупцией. Давайте посмотрим фрагменты. Наши коллеги из Соединенных Штатов, которые оказывают нам широкую поддержку, помогают нам консультативно своими экспертными знаниями. Делятся с нами своим опытом, и я надеюсь, что это дело, если одно из первых, то далеко не последнее, где мы работаем совместно. Поскольку так уж повелось, что коррупция в Украине не ограничивается границами Украины. И наши коррупционеры не держат свои сбережения в рублях или гривнах, как правило, это доллары или евро. А согласно американского законодательства, юрисдикция этого государства распространяется на все валютные операции в национальной валюте США, то есть в долларах. Ну вот у вас тоже, я смотрю, 50 тысяч долларов, 150 тысяч евро было. Мы о внесении говорим на декларации. Я хотел немножко уточнить, смотрите, господин Холодницкий только формально заместитель генерального прокурора, реально он не является подчиненным. Это другая история. Значит, если НАБУ, Национальный антикоррупционный бюро, все-таки при всех моментах орган независимый, то специальная антикоррупционная прокуратура, которую зовут господин Холодницкий, и генеральная прокуратура Украины, которую вызывает Луценко, и где замом формально только является Холодницкий, это чисто президентская вертикаль. Они это делают не сообща, по отдельности. Вы все время пытаетесь вести разговор в сторону гражданина Порошенко, Луценко и Холодницкий. А гражданин Холодницкий, я просто хотел, чтобы уважаемые наши слушатели и зрители знали, кто не знает. Господин Холодницкий в 30 лет получил на ювелей подарок от президента погоны генерала. А вы народный депутат в 27 лет? Подождите. За меня проголосовало на округе 22 тысячи людей. Господин Холодницкий, который ни одного дня не был на фронте, воюющий в стране, получает звание генерала. И за это исполняют все команды, которые ему дают Порошенко. Вы меня абсолютно пытаетесь в сторону вести. Вы говорите только про Луценко, только про Холодницкого, только про Порошенко. Я хочу про эту историю все-таки поговорить. Вы там единственный представитель радикальной партии. Что против вас? Нет, смотрите. А, вас это интересует именно? Смотрите, у них, хотел бы, чтобы вы поняли правильно. Дела открыты в Генпрокуратуре, не только на меня. На Игоря Масичука, на Сергея Рыбалку, на Дмитрия Линька. И даже на Олега Лешка есть открытое дело. Это все банально есть. Почему взялись за меня? Даже не знаю. Лешка, наверное, все-таки боятся. Слишком заметная фигура. Может, откупился кто-нибудь? Нет. У нас в воема нет. Откупаться у нас никто не будет. И нет смысла, если мы перед законом чисты. По Игорю Масичуку, после того, когда Генеральная прокуратура сфальсифицировала дело, и он выиграл все суды тронуть бояться, я думаю, это причина, что брали основных политических спикеров. Плюс есть личная ненависть ко мне со стороны Юрия Витальевича Масиченко. Вы боитесь, например, в Киев возвращаться? Нет, очень. А вы понимаете, что с вас снимут все неприкосновенности, дело заведут? Я готов сам отказаться. От неприкосновенности? Это пережиток прошлого, от которого надо избавиться как можно быстрее. Это неправильно, когда является какая-то привилегированная каста. Но институт депутатской неприкосновенности, если снимать, то нужно также, чтобы не превращать, чтобы был баланс, снять неприкосновенность. Судей, у нас судей также неприкосновенность. И проголосовать в парламенте наш закон о временных следствиях комиссии, который дает возможность в случае поддержки парламента, импичмента президента. У нас такого закона нет. У нас, по сути, если забирать у одних депутатов, неприкосновенность, это узурпация власти может быть очень жесткая. Но выборочное правосудие – это всегда хуже всего. Это когда друзьям все, врагам закон. Снимать с кого-то по отдельности – это неправильно. Со всех депутатов снимать неприкосновенность, со всех судей и запускать возможность процедуры импичмента президента. Спасибо большое. У нас, к сожалению, время заканчивается. Спасибо, что вы пришли к нам в студию. Это был депутат Верховного народа Украины от Радикальной партии Олега Лешко. Андрей, вас забыть. Спасибо.